Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Франсиско Гоя. Молодая испанка в кружевной мантии. Испанская школа. Несмотря на то, что Гоя работал некоторое время в Риме, где подвергся влиянию Тьепола, Каналетты и Гуарди, а под конец своей жизни в Париже влияние французской школы, он может считаться одним из наиболее самобытных национальных художников Испании. Гоя прославился сначала своими историческими и жанровыми картинами, а также рисунками и картонами, выказывающими удивительное богатство его фантазии. Все произведения Гоя чрезвычайно оригинальны по замыслу и пленяет нежностью, серебристостью, теплотой и гармоничностью колорита. Обладая редким даром наблюдательности, Гоя писал прекрасные полные жизни портреты. Одним из лучших образцов его работ в подобном роде может служить предлагаемым нами портрет молодой испанки, принадлежащей Лондонской национальной галерее. Но большинство картин Гоя находятся в Испании. Ни один из старых испанских мастеров, не близок к нам по времени и духу, так как Гоя, который, являясь поэтому отцом импрессионизма, причисляется к художникам новейшего времени. Он жил в течение всей первой четверти XIX века, трудился в Париже наряду с Давидом, Энгром и Гро, но не имел влияния не только ни на одного из них, но и на младших своих современников в Испании. Его влияние началось целым поколением позже его смерти, когда Моне познакомился с его произведениями в Мадриде и стал изучать их. Затем столь же долгий период отделяет это время от той эпохи, в которую Гоя вторично выплыл из обвения. Гоя один из важнейших преемников Веласкеса и вместе с тем один из предвестников импрессионизма по тонкому наблюдению тонов, по манере передачи освещения, по эскизности исполнения, по безыскусственности концепции многих из своих картин и афортов, в особенности позднейшей поры. К современным нам художникам Гоя подходит и по неровности своего творчества. Он известен также своими полным патриотизмом, ума, тонкой иронии, едкой сатирой, великолепно исполненным афортом, составляющим отдельные серии, капризы, композиции, беспощадным сарказмом, бичующие пороки аристократии, духовенства и иезуитов, тариадоры со временем Сида и бедствия войны со сценами из ужасов французского нашествия при Наполеоне I. Гоя воспроизвел в эстампах целый ряд картин горячо любимого им Веласкеса. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. КОНЕЦ